Господи помилуй В нижнем храме, пока еще в очень аскетичных условиях, но начинается служение божественной литургии. И будут приходить люди, будет складываться приход. И чем больше людей будет приходить, собираться вокруг храма, тем быстрее он будет строиться. Вес самого тяжелого колокола превышает 7 центнеров. Маленький и руками поднять можно. В нем нет и 9 килограммов. Привезли звонницу из Свердловской области. Там их отливали в специальной мастерской. Однако выбор завода изготовителя был продиктован отнюдь не канонами. Епархия долго изучала коммерческие предложения. В итоге тендер выиграли мастера из города Каменск-Уральский. Колокола смонтируют? Да нет, это вот сейчас буквально, я думаю, до вечерней службы уже все поднимем. Часа 2-3. Сейчас времена технология, крану. Это раньше там на Волоках, так сказать, натянули мужики долго. А сейчас крану. Все быстренько. Святый Вознесенский храм народе считает уникальным. Уж слишком в экстремальных условиях его строят. Закладывали первый камень, когда на улице было минус 27. Колокола водружали, когда температура поднялась до плюс 30. А этой весной прямо под потолком ласточки свили свое гнездо. Эта звонница стала юбилейной, 30-й в области. После завершения строительства настоятель ждет наплыва прихожан. В последнее время помолиться сюда приезжают даже из Саратова. Михаил Терентьев, Алексей Барыбин. Новости. Телебъектив. Спасибо. Удачи. Продолжение следует...